Здравствуйте! В эфире программа ЧОП «Чрезвычайные омские происшествия». В студии Татьяна Гусева и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 16 мая. Сегодня представители силовых структур еще раз напомнили о мечам, как в летние каникулы уберечь детей от различного рода опасностей. В период, когда подростки, предоставленные сами себе, риск получить травмы многократно возрастает. Так, с начала года произошло 73 ЧП с участием школьников. 23 ребенка получили травмы по неосторожности, 7 человек пострадали от ожогов. 18 детей отравились лекарствами, четверо малышей выпали из окон, но, к счастью, остались живы. Всего же с начала года зафиксированы 24 детские смерти. Это гибель в результате болезни и при пожаре. Один ребенок утонул еще до начала пляжного сезона. Полицейские отмечают положительную статистику по уходам подростков. Так, с начала этого года из государственных учреждений и из семей ушли 90 детей. За аналогичный период прошлого года в розыске было в два раза больше школьников. Кстати, были случаи, когда родители беглецов запрещали размещать в СМИ и в социальных сетях фотографии своих чат, что, безусловно, усложняло работу поисковиков. Ну а сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем умичам. Если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении детей или подросткам угрожает опасность, не проходите мимо. В Старом Кировске в кустах было найдено тело 58-летней женщины. Почти сразу же следователи установили, что к смерти причастен 46-летний сожитель погибшей. Гражданские супруги выпивали каждый день и на этот раз решили устроить пикник на свежем воздухе. Её сын был крайне недоволен, что мать вместе с сожителем периодически устраивали пьянки и практически каждый день выпивали. И в связи с этим они взяли три бутылки водки и на двоих выпили. И вот после того, как уже был изрядно пьяный мужчина, он попросил ещё свою жену дать ему деньги на бутылку водки. Но она, естественно, ему отказала, поскольку он уже был в состоянии сильного степени алкогольного пьянения. И из-за этого подозреваемый задушил свою супругу, но поскольку был пьяный, так и не понял, что он сделал. Потому что он решил, что она легла спать, заботясь о своей супруге, накрыл её курткой и лёг вместе с ней спать рядышком. И когда он через несколько часов проснулся, первое, что он сделал, предложил ей выпить пиво на похмелку. Когда стал тормошить, то увидел, что она уже скончалась. До суда подозреваемого заключили под стражу. На следующие 15 лет в его жизни может наступить сухой закон. 19-летняя мошенница из Тары промышляла обманом людей в социальных сетях. Так, в прошлом году злоумышленница создала страницу, на которой предлагала гостям приобретать вещи по низким ценам. При этом товара для продажи она не имела. Зато обязательным условием покупки был авансовый платёж. После того, как мошенницы перечисляли деньги на банковскую карту, она переставала отвечать на сообщения, а средства тратила на личные нужды. Выйти на след подозреваемой оперативникам удалось после обращения в полицию жительницы Оренбургской области, которую лжепредпринимательница обманула на 13 тысяч рублей. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделений по борьбе с киберпреступлениями, подозреваемая в совершении мошеннических действий была установлена. У неё изъят ноутбук и банковская карта. Также сотрудниками полиции заблокирован доступ к аккаунту, который использовала женщина при общении с доверчивыми пользователями сети интернет. В отношении Торчанки возбудили уголовное дело. Уже установлено, что жертвами мошенницы стали 10 человек. Это жительницы Тульской, Саратовской, Кемеровской, Оренбургской областей и Кабардино-Балкарии. Часть денег потерпевшим удалось вернуть. В Омске будут судить молодого человека за убийство собственной бабушки. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что обиделся на старушку. После расправы он позвонил матери и сказал, что бабушки больше нет. Подробности этой семейной драмы в нашем сюжете. 20-летний внук в последнее время жил с бабушкой по материнской линии. Молодой человек нигде не работал и не учился. Чтобы содержать внука, пенсионерке приходилось подрабатывать. Между родственниками на этой почве часто случались ссоры. Женщина упрекала парня в тунеядстве и еще в том, что он не такой, как все мужчины. В тот вечер бабушка подошла к внуку для выяснения отношений. В руке у пенсионерки почему-то оказался нож. Мы дрались, она вот стояла у стены. Но когда увидел кровь, начал пить вот сюда. Она начала спускаться. Все в то же место. Я не вынимал нож, кажется. Полностью не вынимал. Он находился уже внутри него. Эксперты насчитали на теле жертвы 16 ножевых ранений. Подозреваемый рассказал, что увидев в руках у бабушки лезвие, он испугался за свою жизнь. В пылу борьбы молодой человек не контролировал себя и опомнился, когда пенсионерка уже не подавала признаков жизни. Пошел на кухню. Здесь у меня лежал, стоял телефон, зарядное устройство. У меня всегда лежит. Вот здесь я сразу же позвонил маме. Сказал ей, кажется, убил бабушку. Потом он сказал, что придет. Все, я отложил телефон, пошел в коридор. Я к бабушке больше не подходил. Внук, скажем так, не совсем стандартной внешности. И из-за этого у них возникали частные конфликты. Кроме того, внук нигде не обучался, не работал. И из-за этого у них возникали частые конфликты. Молодой человек написал явку с повинной. До суда его заключили под стражу. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В Омске участились кражи велосипедов. Так, в Центральном и Октябрьском округах двухколесный транспорт пропал из подъезда в жилых домов. В первом случае хозяйка оценила ущерб в 17 тысяч, во втором – в 5. Сейчас следователи разыскивают похитителей и рекомендуют амичам не оставлять свое имущество без присмотра и противоугонных устройств. Приехав на работу, следует снимать велосипедное седло. Обычно это останавливает вора. И постараться сделать транспорт приметным. Это позволит быстрее его разыскать. В соцсетях появилось очередное видео экстремальной перевозки пассажиров одной из омских «Газелей». На записи видно, как мужчина во время движения держит отвалившуюся дверь. Примечательно, что такая опасная поездка с ветерком не смущает ни водителя маршрутки, ни самих пассажиров. Движение транспорта с такой неисправностью является нарушением правил перевозки людей. В комментариях омичи выдвинули предположение, что мужчина либо является штатным держателем двери, либо вызвался помочь водителю, потому что не оплатил проезд. И на сегодня это были все и чрезвычайные омские происшествия. Если вы что-то пропустили, выпуски программы ЧОП всегда доступны на сайте 12 канала. Всего доброго, увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok